Кооперативное обучение Кооперативное обучение Кооперативное сотрудничество Работа в парах, группах, сменного состава Естественно, РКМ и технология проектного обучения Кооперативное обучение предполагает работу в группах Но очень важно Посмотрите внимательно Что обычно в группу собираются ученики разного уровня успеваемости Условно говоря, отличник Кто у нас сегодня отличник? Физик Это был просто ход Это был просто ход, потому что вас сегодня ожидает урок физики Дальше Ударник, троечник, троечник, кавычник И ученики по очереди играют роли, которые распределяет учитель Сегодня мы с вами будем говорить о приемах кооперативного обучения Которая помогает организовывать работу в микрогруппах Очень хочется обратить внимание Что именно Выгодский создал теорию кооперативного диалога Обратите внимание Он рассматривал социальное взаимодействие ребенка с наставником И наставник не обязательно учитель Это может быть любой Не преуспевающий А более успевающий по данной теме По данному предмету человек Либо это просто одноклассники и так далее Он рассматривал такой термин как интерсубъективность Это два человека Ученик и помощник, условно говоря Или умелый наставник Они приступают к задаче Имеют разные навыки и понимание проблемы Затем смотрите Когда они работают вот в таких группах разнородных по своему составу Поддержка ослабевает по мере того Как ребенок начинает расти по уровню своих навыков И помощник постепенно отходит на задний план И в этот момент у ребенка формируется в процессе Не в этот момент, а в процессе формируется компетентность для решения сходных проблем Но уже без помощи взрослого человека И мы сегодня будем говорить об этих инструментах Чтобы групповая работа стала командной Значит кооперативная и вещение групповое Они различаются Значит чтобы групповая работа стала командной Необходимо добавить принципы пальц Как вы понимаете, это аббревиатура Я не буду расшифровывать В ассанглийского имеется в виду Позитивное взаимодействие Индивидуальная ответственность Равное взаимодействие И одновременное взаимодействие То есть успех каждого зависит от работы других учащихся Учащиеся поддерживают один одного Каждый вносит свой вклад Разъясняют Четко выражают свои мысли Если какие-то возникают конфликты Они их разрешают Заметьте, здесь нет тех ролей Которые обычно распределены в группах Различие между групповой и командой Производительность зависит Если у группы, то индивидуального вклада работа Обычно в группе существуют роли Они могут быть самые разные Там спикер Тот, кто смотрит за временем Тот, кто оценивает и так далее У команды таких четких Постоянных ролей нету Они определяются учителем И могут быть изменены Поэтому производительность Зависит от индивидуального и группового вклада Оценка результатов Если мы говорим про оценку То у группы она идет индивидуальная И зачастую бывает так, что Один человек тянет всю группу И кто там не отсиживается и тоже получает Такую же оценку То есть здесь оценка результата Индивидуальная и групповая Члены заинтересованы в достижении поставленных целей Для команды цель не только должна быть достигнута Которая поставлена вверх Но они сами могут формулировать И сами ее оценивать То есть в данном случае группу в команде Должна превалировать сам оценку Ну и работа определяется целями Поставленными, как я уже сказала, вышестоящими А тут общими целями и обязательствами Мы попытаемся сейчас с вами это проиграть Уважаемые коллеги, вы вероятно слышали Но я убеждена, что вы слышали О так называемой сингапурской методике Которая сейчас популярна у нас у иностранцев Но я имею в виду преподавателя английского языка И при организации работы в микрогруппах Отличительной особенностью сингапурской методики Которая базируется на нашей постсоветской школе Поэтому мы назвали нашу педмастерскую Что это будет старое по-новому Мы будем говорить о кооперативном обучении Но в свете последних исследований Сингапурская методика Она уже учитывала психологические особенности Современного поколения Важность того, чтобы мы научили детей Находиться в некой кооперации Действовать по каким-то правилам Но в то же время, чтобы каждый принимал участие Для чего понятие в сингапурской методике Партнер? Все вы партнеры Поэтому мы поставили обязательно 4 стула Потому что так принято в данной технологии Есть обучающие структуры Это те приемы, которые мы с вами будем использовать Собственно говоря, вот этот прием Оказывается, он тоже из кооперативного обучения Или из сингапурской методики Данный прием называется концентрация внимания на руке Согласно всем, что современного поколения Концентрации внимания У современного поколения концентрации внимания Нету такой, да? Их хватает ненадолго Поэтому мы даже учим этим эпизодом Дальше Технология кооперативного обучения Или взаимодействия Взаимодействие осуществляется при помощи коврика управления У них своя терминология Мы принципиально уходим от иностранных слов Вот теперь возьмите листы перевернутые И положите перед собой Положите так, чтобы красный находился напротив физика Красный напротив физика Интересно Так, обратите внимание Вы сейчас находитесь в группе Обратите внимание на карту управления Мы видим с вами Найдите глазами партнера по плечу По плечу По плечу партнера Найдите, пожалуйста, партнера по лицу Или по глазам, говорят Кто нас слышит, поднимите руку Кто нас слышит, поднимите руку Спасибо Итак По экране Теперь давайте определимся, какие вы партнеры Партнеры по плечу По плечу Поздоровайтесь друг с другом за руку По плечу Да, как у вас Как на схеме Как на схеме Ну, и физика Вы же не будете Хотите, чтобы как там было написано Пересадите физику куда надо Так, партнерами по глазам Кулачками поздоровайтесь И улыбнитесь Политет Улыбнитесь Нет, кулачками Поздоровайтесь, улыбнитесь А теперь, поскольку у вас вызывает веки дискомфорт Что сидим по одному, а схема по другому Повторим упражнение Поздоровайтесь за руку с партнером по плечу По плечу Не по схеме Не по схеме По плечу Как сидим Теперь глаза в глаза Напротив Посмотрели Пулачками Вот почему детей важно садить так, как нас А взрослые садятся, да, как нас Итак Уважаемые коллеги Сейчас Все, кто находится за столами Вы будете выполнять роль учеников Мы попросим вас забыть о том, что вы учителя Забыть о том, сколько вам лет Вспоминаем себя о своем любимом возрасте Закрыли глаза и подумали Какой ваш возраст больше всего вам запомнился Закрыли глаза Закрыли глаза А, конечно, учениками Вспомнили? Вот такую роль сегодня вы будете играть Сегодня мы играем в фрагмент урока Испарение, конденсация и кипение Договариваем с вами о правилах работы Сигнал тишины Согласны? Взаимное уважение Конструктивная критика при работе в группах Роли определяет учитель Хорошо Теперь давайте У нас сегодня тема Испарение, конденсация и кипение А вы учитель? Да Хорошо Я буду вас учителем Меня будут за вас делать А вы будете у меня учениками Итак Я думаю, что кто-то из вас уже знает Что такое испарение Кто-то помнит что-то из вас Вы когда-то это про учили Или слышали в младших классах В начальной школе Как вы думаете Что вы должны сегодня узнать на уроке? Что вы должны сегодня узнать на уроке? Что? Да Так Пожалуйста Светлана Об испарении, конденсации и кипении А что? Светлана А то, что вы будете знать Как вы об этом предлагаете? Что вы знаете про это? Буду знать Придем Я говорю, что у меня учитель Скажи, что нормально Так Бумальные оценки Хорошо Надо же понять Чем отличается испарение Конденсация и кипение Умница Я сегодня на уроке увижу испарение, конденсацию и кипения. Хорошо. Как вы думаете, мы сегодня с вами будем уже эти процессы определять и знать, от чего они зависят. Как вы думаете, мы сможем это достигнуть в конце урока? Простите, а можно сейчас испарение начнется переломать? Значит, тогда сейчас делаем следующее. Прием такой. У вас лежат по серединке бумажки. Нашли? Маленькие. Каждый берет листочек бумаги, индивидуально пишет ответ на вопрос. На какой? Вы увидите значки у себя на столе? Там, где кипит кастрюлька, вы изучаете кипение. Там, где капельки вас изготовлены, вы с конденсацией. И там, где у вас пар, вы испарите. Так, значит, соответственно, группа. На каждом листочке бумаги пишет ответ на вопрос. Что ты понимаешь под, соответственно, испарением, вы под конденсацией, вы под кипением? Вы пишете. Далее. Кладете листочек в своей команде на стол и проговариваете для всех членов команды. Так. После обсуждения выбираете определение, которое готово представить остальным группам. Вам понятна моя инструкция? Вам на это? Три? Нет. Две минуты. Две минуты. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого получилось определение в вашей группе. Получилось. Хорошо. Сейчас у нас организуется прием карусели физики. Каждый из вас сейчас находится на красном секторе физики. Определяем у себя в аудитории две линии. Первая линия и вторая линия. Сейчас физик из первой команды встает и садится на место физика. Физик из этой команды на место физика и рассказывает о своем определении и понятии. Так. Теперь, пожалуйста, как поняли, процесс кипения у нас в группе вот этих. Отвечают желтенькие. Независимые, пожалуйста, желтенькие. Как вы поняли, что такое процесс кипения? Образование будет поможем в вашей группе жидкости и желтенькие. Независимые от внешних условий. Спасибо. Ой, вернее, зависит от внешних условий, но независимые, не обязательно при 100 градусах. Как-то вы работаете вот так. Желтенькие. Слушай. Мы-то протипели, да? Это пара человек, которые обнимаются. Так. Следующий этап у нас, который... Вы сейчас будете работать с текстом. Все послушайте меня. Каждая группа по-прежнему испарение, по-прежнему конденсация, по-прежнему кипение. Дальше. Так. Но вы сейчас будете работать по всем трём. Каждый, работая с текстом, должен написать факторы, влияющие на скорость испарения, особенности конденсации и особенности кипения. Ваша задача решить поставленную задачу в группе за определённый промежуток времени. Задание у вас на ход текста Элла Николаевна сейчас раздаёт. Работ вы можете распределить функционал. Вы можете читать слух, как хотите. Ваша задача определить вот эти основные вещи. Поэтому на эту работу мы вам выделяем 5 минут. Время. Так. Коллеги, время. Значит, теперь у вас по цветам. Каждый посмотрел свой цвет внимательно. По карте управления. Так. Теперь. Все синенькие. Забирают свой вопрос и занимают вот эти два стола. Можете их быть вместе. По углам. Синяя. Жёлтенькие. Вот висит ваш вопрос и вы занимаетесь, сбегаете эти два стола. Зелёненькие. Вот висит ваш вопрос. Вы занимаетесь эти два стола. А красненькие пучкуются здесь и вот ваш вопрос. Здесь. Так. Хорошо. Так. Ответы на вопрос. Первый вопрос был у синих. Отвечает тот, у кого самые светлые волосы в этой команде. Как не повезло. Да. Вам повезло. Давай. У нас читаем вопрос. Правильно? Чтобы в жаркую погоду сохранить воду холодной, сосуд с водой оборачивает мокрой тряпкой. Почему? Потому что энергия, которая у нас будет использоваться на испарение этой тряпки, будет, воды, да, в смысле воды в тряпке, будет нам охлаждать нашу воду внутри сосудов. То есть энергия нагревания воды в сосуде будет переходить в энергию испарения тряпки. Спасибо. Так вот. Здесь самые светлые волосы у кого? У вас. А у нас волосы и получились. И если вам волосы здесь лежат, то как вам внешний виду отличить с горячей водой, а то мы с холодной водой. Ну, мы решили, что если это в наших климатических условиях, то тогда мы по температуре можем пределить, если есть конденсат, то это горячая. Внешний волосы. Внешний волосы. Внешний волосы. Внешний волосы. Случайнейшим. Да, намного. А если мы будем в более жаркой стране, то с точноства умножаем. Это правда. Смотрите, так, невысокая плата. Да, да, да. Трубики мы называем. Спасибо. Так, ваш вопрос, почему можно так, вверху кирпу, чтобы там не было хорошо. Почему ожоги тоже в этом стогатусе фара более сильные, чем ожоги кипящей воды? Потому что при соприкосновении с кожей, соответственно, выделяется дополнительное количество теклоты, которое выделяется при конденсации фара. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Садитесь, вы как бы есть. Нет, 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 вы все, вы так и стоите. Вы постоянно для этого помешали. Так, вот ваш. Мы рисуем общую интеллектуальную форму. Как вы с вами? Как вы, как вы, как вы, кус кусочек. Так, вы испарение и влияющие факторы, вы кипение особенность, и вы конденсацию осуществили. Так, то есть, по идее, посмотрите, по идее, у нас проработано все три испарения, конденсация и кипение, и у нас, получается, ну, должна быть, по идее, общая интеллект-карта. Но так как у наших ученики еще не знают, как составляется правильная интеллект-карта, у нас получилось творение. Я буду... А ну что, посмотрите. Так, дети, скажите, пожалуйста, вы знаете отличие кипения от испарения? Да. А чем же отличается? Чем отличается испарение от кипения? Пожалуйста, Андрей. Кипит из всей жидкости испаряется вода, а испарение с поверхности свободы. И это филот. И это филот. Так, супер. Так. Теперь достигли ли мы своей цели, как вы думаете? Поднимите руки, кто достиг своей цели, которую ставил в начале занятия. То есть я буду знать, я буду... Поднимите, пожалуйста, руки, все достиг. Кто не полностью, поднимите. А почему вы считаете, что не полностью, Татьяна? А кто-то заказывает о кипении. Про испарение и про... Кипение. Про кипение я уже все достигла. Да. Еще не было новосадок. Давайте к нему поговорим. Статус-кво, да? При испарении молекула должна покинуть жидкость. То есть ей для этого нужно взять энергию. Откуда она эту энергию может взять? С воды. Она взяла и улетела. Что произойдет с температурой воды? Понимается. Да. А когда наоборот. Летала-летала молекула, а потом бах! И присоединилась. Что произошло с энергией жидкости всей? Я пошел. Я пошел. Я пошел. Когда? Временно. Когда молекула часть своей энергии вернула. Ну а Татьяна, если сейчас у вас остались сомнения, то вы подойдите ко мне на переменку. Так. Сейчас дальше. Так. Организация урока. Обратите меня, не может, вы шли за руку, да? Только вы шли. Расположение парт. То есть вы должны четко продумать, как должны расположаться парты, чтобы дети могли двигаться. В данном случае у нас были снижения. И в сингапурской методике совет получат. Чтобы всем было комфортно видеть. А учитель в центре. То есть чтобы он всех видел. Ключевое понятие партнеров. Ирина говорила про это. Да. Каждый ребенок имеет свой номер в команде, исходя из карты управления. Руководя процессом, педагог делает объявление. Да? То есть кто? Желтое, красное, там, плечом к плечу, как обсуждаем. Это предполагается очень четкая организация. То есть дети четко должны понимать, что они делают и куда идут. И на уроки могут быть использованы. Заметьте, сейчас мы с вами многое сделали всего. Один, два, три. Не более. Структура. То есть приема. Да? У них это называется структура. Давайте проговорим. Вот это. Сигнал тишины. Раз. Использование карты смена состава. Да? Спикера смена. Это два. Затем мы с вами использовали карусель. Это три. Ну и еще у нас тут рефлексия и все остальное. Так. Дальше. Какие преимущества? Повышается учебная и познавательная мотивация. Согласитесь, никто из вас не молчал в течение урок. У каждого была возможность высказаться свое мнение, высказать свое предположение. Снижается уровень тревожности учащихся, страх оказаться неуспешным. Кто знаком с активной оценкой, я всегда знаю, что в парах легче. Ускоряется, улучшается психологический климат, ускоряется процесс обучения. Как Сергей Аркадьевич сказал, так что это я могу восьмому классу дать полурока и ничего не делать? В принципе, если правильно организовать работу… Полтора часа. Полтора часа. Полтора часа далеко не будет возиться. В принципе, правильно. Главное правильно организовать работу. Способствует сотрудничеству и развивать коммуникативную компетенцию. То, что они не умеют общаться. Будем учить общаться, чтобы они своих каджетов вылезли и посмотрели хотя бы глаза. Особенностью среднего подросткового возраста является то, что они приходят в школу пообщаться. Наша задача с вами, чтобы они общались по той теме, которая нужна нам. Помимо общения, они еще создали готовый продукт, это собственное знание и… Ну, в нашем случае это интеллект-карта. Безумие. Да. Теперь буквально по одному человеку я выберну. Раньше я думал, имеется в виду до этого занятия, а теперь я думаю. И это меня заставило задуматься, кто хочет сказать. Яра, по кооперативному обучению, потому что сейчас я спросила. Пожалуйста. Яра, раньше я думала, что кооперативная групповая работа – это одно и то же. Теперь я точно знаю, что это я думаю. Спасибо. Кто еще хочет? Если бы я в школе работал, я бы точно это делал бы. Потому что я просто вижу, что 45 минут бывает, да, ну, не знаю, что с ними делать. А тут полтора часа можно завести. Пожалуйста, Лариса. Раньше я думала, что физика – это скучно. Теперь я думаю, это может быть интересно. Это заставило меня задуматься. А на 100 классов. Спасибо. 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 А мне хотелось еще послушать. Да. Мы еще послушаем. У нас 47 минут. Мы еще можем послушать. Во-первых, спасибо за то, что вы поработали, согласились на это дело. Потому что все-таки аудитория у нас оказалась чуть-чуть меньше, чем мы рассчитывали. В плане размера. В плане размера. Да, в плане размера. Идеи оказалось больше. Ну, не знаю, уже как. Вот. Ну и, как вы понимаете, завтра праздник, который и наше образование – лисо женское. Ну, редким птица долезет до сих пор, редким мужчина здесь удерживается. Поэтому мы всех мам хотим поздравить с этим праздником. И чтобы у вас дома было кооперативное обучение. Чтобы каждый знал, что он должен делать, куда идти. И четко следовать. И четко следовать. И надо сразу позначить строгое. Да, и самое главное, чтобы расставались командой, которая работает на общую цель. Как это надо в кооперативном обучении. Большое спасибо. Презентация будет выложена на общем форуме. Там все презентации. Спасибо.